МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Джалобадская область". Место с красивой природой и национальным колоритом. Юрты на живописных пастбищах, гостеприимный кочевой народ, кыргызская кухня. Биосферный заповедник Сары-Челек. Одна из главных причин посетить Джалобадскую область. Первое, что поражает воображение, это фруктовый сад на склонах гор. Сары-Челек, государственный биосферный заповедник, знаменит своими орехоплодовыми лесами. Основная преобладающая порода это югланс регия, орех грецкий. В перемешку с орехом грецким произрастает дикое яблоня, дикая груша, алыча. В здешних лесах растет много эндемиков. Экзохорда тиньшанская, которая является эндемиком, характерная только для западного тиньшания. Но главная достопримечательность заповедника – высокогорные озера. Здесь находится природный комплекс из семи водоемов. Восемь часов на машине из Бишкека, и перед нами открывается совсем другой мир с великолепными горными и природными пейзажами. Сары-Челек – самое большое из семи озер. Свет воды зависит от сезона. В начале лета гладь зеленоватого оттенка, а осенью вода становится желтого цвета. Есть легенда, что на берегу этого водоема жил мастер, который делал деревянные бочонки или чаши, наливал в них мед и продавал. Отсюда и появилось название озера – Сары-Желтый, Челек-Чаша. В заповеднике проложено несколько туристических маршрутов. На автомобиле можно добраться до двух озер, к другим – только пешком. Полукольцевой – это пешие, можно сочетать с конным. Этот маршрут охватывает семь озер заповедника. И третий – это уже более сложный маршрут. Включают в группу не более 15 человек. Это уже маршрут вокруг самого заповедника. Гид покажет интересные и живописные места, но часть территории можно обойти и самостоятельно. Первый раз сюда приехали с молодым человеком. Очень понравилась просто невероятно красивая природа, ту, которую показывают в рекламных заставках, или печатают на гигантских альбомах. Это вот все здесь. Мы обижали все озера. Они все великолепны. Лягушечки квакают, рыбки плавают. Я в полном восторге. Площадь природного парка – 24 тысячи гектаров. Туристический сезон в заповеднике длится до сентября. Визитная гастрономическая карточка Джава-Лабада – манты. Рецептов этого блюда много. Здесь сохранился старинный. Одна из особенностей местных мант – правильно приготовленное тесто. Для теста нужна мука, соль и вода. Замесили, оставляем тесто отдыхать. Раскатали и снова даем ему полежать. Очень важно соблюдать пропорции продуктов в фарше. Соотношение лука и мяса один к одному. Тогда фарш будет сочным. Добавляем специальную приправу. Рецепт ее приготовления – это семейный секрет. Еще одна особенность местных мант – размер. Здесь их лепят просто огромные. Полчаса – и блюдо готово. Вот так вот выглядит уже готовый продукт. Очень ароматное блюдо. Большие манты. И выглядят они вот так. Приятного аппетита. Ради таких мант Джалабад приезжают со всех уголков Кыргызстана. Рынок Джалабада – это традиционный восточный базар, где можно найти фрукты и овощи из разных стран мира. А также примерить национальную одежду и отведать местные блюда. Протяженность торговых рядов – несколько километров. Тот, кто окажется здесь впервые, найти необходимый товар будет проблематично. Благо здесь многие говорят на русском языке. В поисках нужного ряда по дороге можно отведать ароматный шашлык, прикупить орехов и сухофруктов. Сушеные абрикосы, сливы и грецкие орехи у нас свои, кыргызстанские. Их больше всего ценят покупатели, так как в них не содержится никаких добавок, даже сахара. Здесь в радиусе 10 метров можно купить и сухофрукты с орехами для праздничного застолья, и мясо для приготовления джалабадских мант, и золотой подарок для близкого и любимого человека. Золотые украшения ценятся с древних времен. Золото – это символ достатка и своеобразный оберег. У нас традиция, когда женят детей, например, невесту выбирают. Без золота не обходятся. Большим спросом у туристов пользуется курут – кисломолочный продукт, что-то среднее между творогом и сыром. Не всем нравится. Первый раз плюются, а потом нормально. Думают, это сладость, а этот в меру кислый, соленый. Продавцы говорят, что курут повышает иммунитет и быстро восстанавливает силы. В горах, в пяти километрах от Джалабады, расположен курорт, который славится своими красотами и лечебной водой. Его территория – это большая зеленая парковая зона с вековыми деревьями. Благодаря горному климату температура здесь не поднимается выше 25. Это когда секреции понижены, плохо перевариваются в желудке. Вот таких болезней ты пьешь в основном пять источников. На этой территории находятся восемь минеральных источников. У каждого свои целебные свойства. Предназначены они для лечения и профилактики болезней желудочно-кишечного тракта. Наши источники входят в тройку лучших минеральных вод в СНГ. Они богаты микроэлементами. Минеральную воду, конечно, пьют, а еще ее смешивают с торфяной грязью и делают аппликации на суставы. Действие нашей грязи, оно именно действует как антибактериальное, противовоспалительное, обезболивающее действие. При заболевании суставов врачи заветуют принимать минеральные ванны. Поскольку вода поступает из горячих источников, ее предварительно охлаждают до 38 градусов. Долго в бассейне плавать не рекомендуют. Находиться в этом бассейне можно и больше 15 минут. Ну, даже этого времени достаточно, чтобы принести пользу вашей опорно-двигательной системе. Прогулки в парке тоже прописывают как лечебную процедуру, потому что горный воздух очень хорошо укрепляет иммунитет. Историко-архитектурный комплекс Шах-Фазиль для мусульман – священное место. По легенде, в 8 веке сюда прибыло более 2000 арабских воинов для распространения ислама. Во время одной из пятничных молитв их, безоружных, обезглавили местные жители. Двое арабских воинов, спасая знамя ислама, забрались на эту гору. Здесь попали в окружение и тоже были убиты. Однако, по легенде, подброшенное вверх знамя на землю так и не опустилось. Знамя исчезло в небе, так и не доставшись врагам. Знаменосов, по легенде, похоронили на этой горе. Главный объект комплекса – мавзолей Шах-Фазиль – это усыпальница Шаха Махмуда Ибн-Насыра. Именно он позже обратил местных жителей в мусульманскую веру. Побывать в мавзолее стремятся паломники из разных регионов Кыргызстана. Здесь сохранились надгробные камни потомков погибших арабских воинов. На них нанесены биографии усопших. Не всем это было по карману, поэтому бедняки для обозначения захоронения искали просто необычные по форме камни. Устанавливали их без надписей. Сам мавзолей стоит того, чтобы прогуляться вокруг него и оценить искусные гипсовые барельефы. С их помощью на стены нанесены религиозные тексты. Конечно, из-за ненасти и землетрясений часть из них утеряна. Общая протяженность оставшегося текста – 130 метров. На территории расположена еще одна святыня – мавзолей Сафет Булан. Он посвящен служанке одного из арабских военачальников. Она в одиночку омыла и похоронила головы всех погибших воинов. В память об этом и воздвигли мавзолей. Вход в него разрешен только женщинам. Мы здесь в первый раз. Слышала, что на могилу девушки приходят, чтобы попросить у нее здоровья для своих детей или благословить брак. Прогуляться по экотропам, оценить памятники архитектуры разных эпох, узнать историю принятия ислама, попробовать национальные блюда – все это возможно в Джалабадской области Кыргызстана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова